Из Донбасса в Россию продолжают пребывать беженцы. Число эвакуированных жителей ДНР и ЛНР уже превысило 127 тысяч. В Крачаево-Черкесии тоже приютили несколько семей. Они разместили в Зеленчукском районе. О судьбе семьи Павлючок и Духиных, как они покидали свои дома и об их главной мечте, расскажет Альвина Ламкова. Настюш, ты не переживай. Школа новая, но вы подружитесь обязательно, найдешь друзей. Будет все хорошо, люди добрые, нам помогают. Настя вместе с мамой, девятимесячным братом Сашей, приехала в станицу Кордоникскую из Донецка. 6 сентября девочке исполнится 11 лет. И в отличие от младшего брата, она понимает, почему покинула родину и пришлось учиться в другом месте. Сейчас девочке предстоит знакомство со школой и одноклассниками. Директор пригласила гостей в столовую и гостила обедом. А затем они рассказали о своей жизни в Донецке и о том, какой путь проделали до прибытия в нашу республику. Восемь лет уже нас бомбят. Сегодня никак не могут политически решить мирным путем. Страдают только мирное население от этого. Особенно окраины. Окраины Донбасса. Постоянно обстреливают. Постоянно ужасные кадры к нам приходят. Мама Насти, Дарья Павлючук, рассказывает, что после объявленной эвакуации они направились в Таганрог. Им повезло, хозяйка дома Юлия проявила бесконечную человечность. В Таганроге нам некуда было пойти. Нас приютила женщина. Очень хорошая семья. Затем они приехали в нашу республику к родственникам, так как не знают, сколько времени будет продолжаться сложившаяся ситуация. Мы не понимаем, насколько мы приехали, когда это все закончится. У нас остались там близкие. Наш папа остался, мой папа остался. Мужчины не выпускают из города. Связь есть с ними? Связь есть, конечно. А что они говорят? Говорят, что скоро это все закончится. Держитесь. Хочется в это верить и надеемся, что будет именно так, говорит Дарья Павлючук. Хотя их встретили в нашей республике тепло, как родных людей. Нас тут встретили очень хорошо. Наша тетя. Все нам помогают. Нам и администрация Зеленчуцкого района помогает. И нам откликнулась Единая Россия. И все службы нас поддерживают. И гуманитарно, и социально, и морально. То есть мы ни в чем не нуждаемся. Мы всем благодарны. Гасей-Чарваль не только люди, но и природа. А домой все же тянет. Нас тут встретили очень хорошо. Наша тетя. Все нам помогают. Нам и администрация Зеленчуцкого района помогает. И нам откликнулась Единая Россия. И все службы нас поддерживают. И гуманитарно, и социально, и морально. То есть мы ни в чем не нуждаемся. Мы всем благодарны. Также радушно встретили и другую семью из Донецка. В классе будет учиться новый мальчик. Зовут его Ярослав. Сразу после окончания урока Ярослава окружили дети. Все хотят подружиться с новым учеником. Вот это нам нужно готовить. Ярослав приехал вместе с мамой и старшим братом Данилом. Они впервые в нашей республике. Вода чистая. Потому что у нас в Донецке, кстати, с водой проблема. Люди очень добрые, отзывчивые. Поддержали. Искренние. Ну, не было такого ощущения, что мы здесь чужие. Восемь лет детей старались уберечь от того, что происходило на Донбассе. Когда были маленькими, им это удавалось. Но чем старше они становились, вопросов было больше. Один из них – зачем бомбят мой город? Говорит мама Ярослава. Все-таки, опять-таки, ситуация, эти взрывы, все это дети слышали. Все это понимали. Здания, которые разрушенные. То есть они спрашивали, от чего это. И, конечно же, у всех одна и единственная заветная мечта. Вернуться домой. Было как раньше, до 2014 года. Альбина Ламкова. Вести Корчаева, Черкесия. Зеленчукский район.